Йоу, ребяточки, с вами Антоха Бустер, и сегодня я бы хотел с вами поделиться крутыми фишками самой лучшей, конечно же, секвенцией Logic Pro X. И я думаю, вы, как и я, стремитесь к простой, удобной, комфортной рабочей среде, и зачастую нам помогают в этом всякие горячие клавиши и фишечки, которые мы узнаем в процессе. И сегодня я хотел бы поделиться с вами самыми-самыми крутыми фишками, которые я пользуюсь. Ну и поехали, сразу переносимся в проект. Очень часто мы работаем с записью и чисткой наших с вами сэмплов, либо конкретных инструментов. И особенно это уместно для ребят, кто записывает много-много различных сэмплов, занимается филд-рекордингом, к примеру, ну, либо работает с инструментами. Если нам нужно почистить, к примеру, выделить тот же снейр, там, к примеру, да, допустим, пишем мы барабаны, я сейчас работаю с треком своим. Либо же вы работаете с вокалом, неважно. И нам нужно почистить пустоту, пространство между атаками, да, нашими с вами, нашим с вами сигналом. Есть замечательная команда Ctrl X, которая открывает окошко и дает нам возможность сразу выбрать уровень пропуска, скажем так, треш-шолд, пропуска полезного сигнала, который, соответственно, останется, и уровень нойза, который будет убран. После чего мы нажимаем кнопочку ОК, и вуаля, наш с вами снейр почистился. Называется это действие Strip Silence. Кто-то чистит, соответственно, вот таким методом, вручную, через кнопочку С, потом обратно кнопочку В. Частенько и таким образом я тоже чищу свои сэмплы и инструменты. Когда мы работаем, например, с пианоролом, либо с конкретным инструментом, сэмплом, опять же, мы частенько сталкиваемся с необходимостью поднять тонально наш с вами аккорд, либо ноту, либо записанный сигнал. В этом случае нам помогает комбинация Option Up, чтобы поднять на один тон. И можем мы это делать не только со окна пианорола, можем мы делать это даже просто нажав на нашу с вами выделенную область, ну, либо выделив, то же самое сделать в пианорол. А чтобы поднять аккорд на целую октаву, либо опустить, мы должны нажать комбинацию Option Shift, опять же, стрелочка вверх. Этими комбинациями я очень часто пользуюсь, особенно, когда прописываю партию в пианороле, и понимаю, что мне нужно поднять аккорд намного выше. Чтобы быстро скопировать тот же самый трек, Command D помогает, как и во многих других секвенсорах. Очень полезная также фишечка переноса, скажем так, нашего с вами объекта, инструмента, партии какой-то. И чтобы не тащить через весь проект, мы можем выделить с вами нужную дорожку, нажать на нужный участок и нажать комбинацию Ctrl Shift T. Тем самым он сам перенесется в ту же область, которая у нас, скажем так, находилась на предыдущей дорожке. Очень крутая функция, когда нам нужно написать, к примеру, какой-то бит из сэмпла, который мы скачали, либо где-то записали. Ну, я покажу на примере какого-то записанного. Вот у нас участок. Мы перетаскиваем просто в проект и выбираем Quick Sampler Optimized. И вуаля, у нас теперь есть конкретный порезанный трек, дорожка на отдельные сэмплы. Не чудо ли? Чтобы быстро открыть нужный с вами инструмент, зажатый клавишей Shift на картиночку, два клика и открывается сам наш инструмент. Особенно удобно это, когда у нас закрыто окно инспектора. Чтобы не открывать его, потом выбирать здесь, мы можем просто с клавишей Shift два раза кликнуть. Очень часто мы залезаем в настройки проекта, и чтобы не выбирать и не искать их в Logic, Preferences, Settings, вот эта вся история, Command, кавычка, и у нас открыт нужные настройки, и дальше мы можем ковыряться уже в них. Тоже очень удобно и быстро вызывают окно настроек. Когда нам нужно создать тот же инструмент, чтобы опять же не клацать мышкой, мы можем нажать комбинацию Command, Option, N, и у нас открывается окно для создания инструмента, либо трека. Допустим, у нас есть трек, либо записанный какой-то инструмент, и мы хотим определить темп данного участка. Чтобы сделать это быстро, мы можем нажать комбинацию Command, Option, T, после чего откроется окно анализа и покажет конкретно записанный в каком темпе. То есть это очень удобно, когда мы работаем с какими-то каверами, с материалом, который мы только изучаем. Также мы можем перенести эти настройки в наш проект, если он создан с нуля, но я этого делать не буду, но в данном случае вы можете это сделать в легкую, нажав кнопочку OK. Если вы хотите это делать вручную, это также можно сделать в Edit, Tempo, Apply Project Tempo, To Region. Это обратная история, когда нам нужно из проекта перенести темп на конкретный регион. Допустим, мы хотим подогнать наш какой-то сэмпл, луп под наш с вами темп проекта. Частенько, когда мы занимаемся эдитом наших аудиодорожек, strip silence, он же там, ну, все что угодно, когда мы, в общем, редактируем, мы применяем ножницы. Ножницы — это клавиша C, зажатая, и вот таким методом мы, соответственно, это все регулируем. Но, когда мы хотим это делать с помощью мышки, мы можем, опять же, Command-кавычка, в General, Editing, Right Mouse Button, и выбрать вот этот первый пункт меню, который нам позволит использовать правую кнопку мыши как ножницы. Это очень удобно, когда у нас происходит много работы с резкой чисткой и так далее. Кнопочка F дает возможность работать с Fade Tool. Но чтобы не делать это с помощью клавиши F, да, мы можем это сделать, опять же, в настройках Fade Tool Click Zone. Вот эта функция, кнопочка, галочка дает нам возможность делать фейды, просто наведя на верхний участок нашей порезанной дорожки. Когда мы работаем с дорожками, у нас всегда есть возможность убрать лишнюю зону, либо сделать луп. И все это происходит благодаря мышке, которая с помощью разного выбранного участка дает нам разный функционал. Если мы выбираем посередине мышку, то мы можем сделать зацикленный луп вот этого участка выбранного, да. Если мы чуть ниже это делаем, то можем передвигать, перетаскивать и тем самым обрезать ненужное. Что если мы хотим наш с вами трек, к примеру, участок, записанный немножечко, подогнать по темпу, либо сжать, либо растянуть. Это очень полезная функция, особенно в саунд дизайне, когда я работаю над проектами, с помощью клавиши Option у нас появляется опять же еще одна возможность поработать с участком и растянуть его по таймингу. То же самое работает в обратном направлении. То есть тональная обработка не применяется, но мы слышим, что таймстрейчинг работает. Очень прикольная функция, опять же, с фейдтулом, когда нам нужно сделать, к примеру, ускорение на нашем... Пускай это будет аккорд. Выберем опять наш инструмент. Тут же расскажу еще одну фишечку. Если мы хотим использовать второй инструмент, в данном случае это карандаш, и нарисовать какую-то область, кнопочка Command плюс мышка дает нам возможность создать участок, область, в которую мы будем записывать наш инструмент или рисовать, или играть. Я от руки сделаю одну нотку для примера. Давайте переведем этот сэмпл. Ctrl и левая мышка открывает правое окно, если у вас выбрана правая кнопка мыши под инструмент. Если его нету, вы пользуетесь только двумя, то Ctrl нажимать не нужно. Просто правая кнопка мыши. В данном случае Ctrl плюс левая кнопка мыши, Bounce in place. Нажмем ОК. Вот у нас, допустим, есть ресэмплинг нашей ноты. Мы делаем фейд. Для начала немножечко подрежем. Сделаем фейд. Нажимаем Ctrl. Кнопочка Speed Up. И слушаем, как у нас это звучит теперь. Неплохо, скажите. Интересная фишка для тех, кто использует трек бар, как я, либо Magic Mouse. Когда перемещаем мы двумя пальцами по нашему таймлайну, заходим в настройки, Display, Tracks, Окошко и здесь Show Tracks, Bar Number While Scrolling. Эта функция дает возможность визуально смотреть, на каком баре мы, когда у нас большие треки. И это достаточно удобно, чтобы сразу понимать, допустим, что мы в районе 45-го, к примеру, бара. Частенько при работе с конкретными инструментами мы любим красоту наводить и выделяем, скажем так, отдельными цветами наши с вами дорожки. Я это очень часто люблю делать и это можно, во-первых, сделать с помощью обычного выделения с клавишей Shift конкретных дорожек и кнопочек Option C. Мы можем выбрать конкретный цвет нашего с вами инструмента, наших с вами дорожек. Очень полезная настройка, которую я вам тоже хочу рассказать, это воспроизведение MIDI аккорда, когда у нас трек-бар не сначала играет, да, то есть у нас в таком случае он заиграет. Но если мы воспроизводим здесь, то мы этого не слышим, и это частенько подбешивает, особенно меня. У нас в настройках Option P кнопочка, в MIDI, либо вот здесь в Record, Metronome Settings я открываю обычно, ну либо вот здесь в File, Project Settings, MIDI, по-разному. Либо Option P, и вот здесь в Chase нужно нажать кнопочку Notes. Мы слышим наш с вами аккорд, и я думаю на этом все, я вам рассказал очень много на сегодня фишек интересных. Кому было полезно это видео, обязательно оставьте комментарии, лайки, подписочки ваши замотивируют меня сделать еще больше полезных подобных видосов. Я очень часто в своем продакшене применяю какие-то отдельные фишечки, приемчики, особенно в своих треках. И я думаю набор подобных трюков у каждого свой, поэтому давайте делиться вместе, рассказывать и поддерживать друг друга в подобном контенте. Все, пока-пока, с вами был Антоха Бустер, пишите, пишите, подписывайтесь, буду рад видеть.